На месте бывшего мясокомбината в Красноярске начали строить дома, а сам комбинат, вернее то, что от него осталось, здание, оно уже физически исчезло, хотя долгие годы стояло там, как символ промышленных неудач в Красноярском. О том, как изменится территория предприятия, расскажет Захар Письменных. Фундамент будущего жилого комплекса растет на месте бывшей скотобойни. Когда-то успешное предприятие, Красноярский мясокомбинат несколько лет исчезал на глазах. После банкротства завод пустовал, стены рушились. Со стороны дороги он еще виднелся, как промышленный призрак, а теперь исчез. Чтобы уступить место новой жилой застройке, в перспективе облагородить более 300 гектаров когда-то заброшенного промышленного комплекса. По задумке строителей, новый микрорайон местит в себя более 20 тысяч жителей. Дома будут располагаться по обеим сторонам улицы Калинина, но несмотря на это городские власти уверяют, что не пострадает. Получается, главная достопримечательность района – это озеро на мясокомбинате. При этом часть района, вводанного под застройку, сейчас занята действующими или давно забытыми предприятиями, которые также сносят о том, что здесь нужно строить, заговорили еще 4 года назад. Когда от развалин мясокомбината отказались бизнесмены. Местные, в основном, это бывшие работники предприятия, которые помнят, когда-то перспективное производство к соседству с высотками относится по-разному. Вы один автобус, сами понимаете, а дома-то строятся, у жильцов еще больше будет, и еще, знаете, что, аптеку сюда надо обязательно. Было тут все культурно. Площадка большая, тут бы стадион можно было построить. В принципе, что строится, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, что шум, детям место, как бы, площадку. Проблему транспорта власти обещают решить, разместив несколько железнодорожных станций для электричек. Кроме того, чиновники попросили бизнесменов внимательнее отнестись к общественной зоне, чтобы не повторялась ситуация с микрорайоном Покровский, где кроме домов практически ничего нет. Попросили заняться и парковочными местами. Тем не менее, две первые высотки на 98 квартир каждой рассчитаны всего на 65 парковочных мест. В проекте есть несколько школ и детских садов. Тем временем, в мэрии подчеркивают, что проект еще не до конца проработан, и его ждут кардинальные изменения. Захар Письменных, Алексей Гусев, Новости ТВК.